ребят я начну немножко другого принципе давайте разберем механизм еще раз до что было понятно и так и так джанга грубо говоря плюс а якс а якс мы с вами проговаривали это набор методов для фонового для фоновой связи с сервером передачи данных фоновом режиме давайте внимательно присмотримся к нашему представлению а я хочу чтобы вы очень поняли и так мы с вами ранее разбирали что в представлении мы с вами описали именно сам смысл да то есть что мы предполагаем мы знаем что данные у нас передаются при помощи а якс это мы с вами ребята указывали указывали вот здесь описывали саму передачу а якс при помощи короткого кода а якс у нас передавала он встроен в жукере хотя можно отдельно но для новичка я не рекомендую вы все сделаете в одном пакете мы с вами писали просто представление в котором просто указали обращение по айди и по действию до по действию вот экшен и далее мы указали что делать вот с этим экшен экшен мы приравняли к лайки да а сам связь с этим лайки с этим лайки ну немножко неправильно наверное выразился с лайки да мы с вами в деталь html то есть вот он лайки да все связано все очень очень логично правда так вот и далее просто у нас расписано что делать нажал пользователь добавить нажал второй раз удалить да и вернуть ретром джессон респонс то есть есть стандартная функция джанга участники школы записали и уже нашли в документации молодцы видео ссылка на группу объясни диманак ты первый сосать чем должны объяснить потому что это вам надо обязательно обязательно это всем надо чтобы знали инструменты джейсон то есть грубо говоря грубо говоря мы с вами что как бы ловим да вот ай а якс он работает а наша функция должна принимать результаты формате джейсон так как а якс будет работать формате джейсон то есть данные будут идти формате джейсон это надеюсь понятно теперь давайте дальше смотреть нашу функцию вот так-так-так-так-так-так это отличный тут с этим разобрались теперь нам надо а как джанга узнает абсолютно верно мы пишем сигнал декоратор но мы его здесь не будем использовать это изменение да не наверное мы его я его них не использовал да он мне сейчас не надо было ну хорошо давно уже работа с этим кодом сейчас сама с вами вспоминаю теперь же самое главное мы с вами разобрали что декоратор это изменение поведения функции то есть у нас есть функция наша да но что мы в нее добавили смотрим у нас есть интересующих нас два декоратора так как логин реку лет не относится к этому это просто пользователи должны зайти под своим логин и паролем это стандартный нас будет интересовать реку и репост и аякс реку лет если мы сейчас посмотрим да на импорты то мы видим что вот этот декоратор мы сами написали да и давайте возьмем зайдем и посмотрим на самом деле и сразу получим домашнее задание то есть по сути дела все опять становится вот это у нас вот это у нас декоратор и он в принципе вот такой код на сайте джанго он один что интересует если мы смотрим декоратор то мы видим если не аякс из аякс до метод то вернуть то 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 далее грубо говоря нам показывает нас участники школы записывают ht response bat request на самом деле здесь очень много возможностей для этого метода и для форум и для всего чего угодно поэтому участники школы с ним обязательно начинают работать да и информации много но первое дело что надо найти на сайте до джанго найти этот метод находим то есть грубо говоря используя этот декоратор мы научили наше представление работать с данными аякс до поэтому когда мы его сюда добавляем то четко понимаем что наше представление будет работать с аякс то есть получать эти данные до разобрались да то есть реквесты а я то есть а а якс а якс то что мы указывали база html он будет работать с этим кодом то есть он будет четко знать дальше дальше реку репорт да это тоже стандартный метод джанго вивс декоратор то есть стандартный метод библиотеки которые есть да то есть мы чтобы передавать эти данные пост запросе то есть которые не видны в браузерной строке до видим до его использования здесь уже сразу видим дальше метод кед запрос пойти и так далее и так далее сейчас мы рассматриваем только принцип код особо не будем лезть потому что могу смотреть новички и так грубо говоря все банально просто функция наша указывает что делать раз в базы мы указываем как как джукерри будет работать с аяксом в нашем представлении написан декоратор как работа с аяксом то есть я вам давал задание вы должны вот этот метод батр квест да очень хорошо посмотреть потому что он используется и в формах он используется везде сама само представление у нас получает формат джейсон да и нас еще интересует лайк а сам лайк связан конкретно страницей деталь где в принципе при помощи обычного джукерри в 10 строк мы указываем что делать на странице там лайкнул добавить мы видим вот дальше айди присваиваем значение айди экшен и все это мы видим на самом деле в нашем представлении да айди экшен то есть единственное мы переводим для джанга то есть связь улавливаете да как жукерри мы связали как жукерри мы связали с нашим представлением да джанга раз два три да все остальное все код жукерри по-моему разобраться можно жукерри надо один раз разобраться это понятно ну все ребят принцип я считаю рассказал может хотелось бы рассказать так тут можно и и как улутся книгу создать уроки я думаю что мы с вами в этом курсе который я показал все-таки который будем делать я вбил это по крайней мере себе в план поэтому с джукерри аякс мы с вами поработаем чего-нибудь напишем почему потому что мне этот метод очень нравится он универсальный данном случае как я сказал передали лайки можно передать все что угодно по сути дела что взбредет голову то и передавайте наше дело лишь просто описать что делать а в самом представлении написать чем чем мы хотим записать в таблицу пожалуйста конечно видите это надо объяснять потому что так вот с бухты барахты понять от как работает и саякс и джанга это довольно сложно но если разобраться вот так прописать одно-два приложения то в принципе сложного ничего нету но это надо еще поработать жупитер вот это будем обращать внимание в курсе итак заканчивая заканчивая под подводим итог подводим итог ну и только очень простой на картинке наверное я не очень так надо было нарисовать ну да ладно ребят единственное я сходу давно писал прошлым летом это писал поэтому чего я сделал сигналы я сейчас не буду разбираться но будем писать потом разберемся бы будет необходимость до пока 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 пожалуйста участники школы разберитесь джанга db модель сигналы до m2m изменения и джанга диспетч ресивер да разберитесь этими вещами теперь ребят смотрите что я хочу показать дальше на сайте я почему говорил вам про универсальный метод а вот смотрите дальше реализовано этом сайте это подписка да вот допустим вот новости участников так за под кем я зашел а светлана да вот смотрите вот я беру участников да да вот диму да и беру на него подписываюсь фалло да то есть вот смотрите два фалло три и теперь в ленте я смогу следить если еще красиво сделать кон смогу следить что делает дима да ну просто но на самом деле вот то что я вам рассказывал до этого по сути дела принципиально немножко другой код но если посмотреть принципиально то так же описано при помощи единственное поменялось просто название а принцип тот же опять же мы это могли описать при помощи при помощи джукерри и получить вот такой исход что мы кликаем фаллоу да и уже данные пошли на север на сервер значится при помощи методов аякса посредством формата джейсон да то же самое начало происходить практически да тем не менее как вы видите немножко изменили да но уже взяли как в твиттере фолловеров написали а там лайки я же говорю это универсальная вещь и можно сделать такие такую сказку ребят до этого сайта я не знаю куда доберусь здесь уроки хорошие но панель управления я буду делать только после того как полностью переделаю вот этот сайт как полностью переделаю вот этот сайт потому что я переписываю школу сейчас на данный момент возможно вы уже будете видеть другой да где можно следить там будет немножко другой кабинет и потом уже буду переделывать тот сайт поэтому здесь смотрите уроки вот как есть да тем более в этом курсе везде дизайн на ваше усмотрение я не давал дизайн да так разобрались ну не знаю что еще сказать цель по моему достигнута то есть если ранее допустим возникали зачастую такие вопросы вопросы ну как возникали вполне нормальный вопрос у олжеса да теперь наверное олжес я думаю и другие ребята четко получили различия между аякс аяксом между javascript между jokery то есть и наметили себе я надеюсь что вы писали а наметить вы должны были следующее давайте перечислим что нам надо изучать итак конечно первое мы изучаем джанго 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 есть для новичков в школе в общем очень много уроков очень много уроков ну и а сейчас уже пишу профессиональный курс да изучаем джанго далее далее вот эти вот ссылочки здесь будут то есть концу пятого урока понимаем да смотрим далее ребята вы себе должны были пометить давайте перейдем сюда вы себе должны были пометить и уже должны что зачем для чего итак начало изучения джанго с сайта spb teretut.ru сейчас я тоже закончу и напишу видео как я обещал то есть где парень вот писал и таких сообщений довольно много последнее время почему-то что хочу использовать джанго джи си да и какие-то библиотеки так вот я хочу показать вам что на самом деле вам надо изучать начать по моей методике два языка любой третий язык вы подключаете и пишите на нем сходу это важно в этом заключается методика школы что человек может писать на разных языках значится из этого делаем вывод что джанго джанго это наверное самое долгое изучение потому что это огромнейшая вещь но вы джанго изучаете для двух вещей зачем пишем пишем для того чтобы написать сайт и второе серверную часть вот допустим инстаграм у инстаграма которым все пользуются морда написано джава а серверная часть на питон джанго это очень классная вещь поэтому джанго надо разобраться потому во первых вы получаете мощнейший инструмент как вы увидели я показал он работает со всем чем угодно во вторых веб сегодняшнее время ребята сегодняшнее время все обменивается сервером поэтому сервер веб всегда должен у вас быть в приоритете потому что задумываете вы мобильное приложение все равно для него надо будет писать серверную часть а мобильное приложение мы отдаем Котлину но изучаем два языка поэтому Котлин теперь отвечаем себе на вопрос нужно ли изучать GSC нужно чтобы понимать синтаксис для изучения GSC я вам покажу много ума не надо это будут отдельные уроки на днях как его изучать быстро легко и просто и просто писать на нем теперь вы поняли аяк джанго используется это набор методов для фоновой связи с сервером когда мы с вами там лайк ставили я показывал да то есть он написано GSC но наша задача просто есть можно его отдельно но самый простой метод просто взять изучить джукери и понимая сейчас что такое аякс аякс он включен джукери поэтому вы можете там на нем написать все что угодно использование джукери джукери это фреймворк да это просто грубо говоря фреймворк для реализации методов без перезагрузки страницы и мы увидели что на жукери короткий код смог с нами нам организовать ну и джейсон мы изучаем это формат передачи он очень простой и все языки с ним работают все ребят спасибо за доверие понравились уроки поняли прошу вас поделиться этими видео ссылка на видео либо ссылкой на статью вконтакте она будет с этим видео либо просто видео на ютюбе помогите другим ребятам и конечно же поможете школе что все ну не путайте мы с вами изучали принцип Спасибо все получится Продолжение следует...